Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Сегодня мы будем изучать 15 главу этого Евангелия. И первая тема – Христос и предание старцев. Эта тема очень актуальна, потому что и в наше время некоторые православные христиане используют каноническое право церкви точно так же, как древние иудеи использовали предписания Мишны, Талмуда, Гемары для того, чтобы осуждать других людей, бросать им разные обвинения. И мы читаем. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Мы видим, что проблема этих книжников и фарисеев заключалась в том, что они предание старцев, авторитетных людей в Ветхозаветной Церкви, они ставили выше самого библейского откровения Слово Божие. А в Священном Писании Господь просглашает, даже на страницах Ветхого Завета, что прежде всего Он хочет милости, но не суда. И даже само церковное слово «канон», хотя оно может быть переведено как «палка», но это не «палка для битья», это линейка, которая помогает нам соизмерять наши действия. А вот иудеи поступали так, как поступают некоторые и современные нам, архиправославные, которые пеняют других православных всякими цитатами из канонического права. Таким образом, церковное право превратилось для них в новый талмуд, и они себя ведут как талмудисты. И вот эти книжники и фарисеи, они высказывают свои претензии, «Почему, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» И когда они произносят эти слова, им даже был невдомек, что прежде всего надо омыть, очистить свое собственное сердце, для того, чтобы сделать замечание другому человеку, как минимум самому надо соответствовать правде Божией. Ведь если бы Господь предъявил бы нам все претензии в соответствии со своим законом, то кто бы устоял перед этими претензиями? Он же, Христос, сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Христос этими словами прозглашает приоритет, великое преимущество Слова Божия перед любыми человеческими традициями. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью думрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался?» То может и не почтить отца своего или мать свою. «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». О чем здесь идет речь? Речь здесь идет о том, что эти люди, они не хотели жертвовать на содержание своих собственных родителей. И когда те просили у них помощи, они говорили, а мы уже это пожертвовали на богоугодные дела. Эти деньги, которые мы откладывали для вас, это дар Божий. Поэтому вы остаетесь без всего. Никто не может заниматься благотворительностью за счет интересов своей собственной семьи. И христиане об этом должны помнить. В Писании сказано в Новом Завете, «Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». И Христос дает такую оценку этим людям. «Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедем человеческим». Еще святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский в книге «Моя жизнь во Христе» он писал, что чистый источник воды Божией – это священное писание. Писание святых отцов – это чистый источник, но уже с примесью человеческого духа. А современное нам писание, пишет Иоанн Кронштадтский, это замутненный источник. И Церковь, всегда провозглашая приоритеты Священного Писания, настаивала на том, что любое предание мы проверяем по Писанию. Точно так же, как и канон Писания, мы устанавливаем по преданию. «Одно другое дополняет, но превыше всего Слово Божие, ибо, как сам Бог говорит, мои пути – это не ваши пути». И далее говорится о том, что реально оскверняет человека. «И, призвав народ, сказал им». Он не говорит эти слова книжникам и фарисеям, потому что он увидел озлобление их лицемерных сердец. Но он хочет объяснить заблуждение этих книжников и фарисеев простому народу и прежде своим ученикам. И мы знаем, что Христос предупреждал своих учеников беречься закваски фарисейской и саддукейской, опасаясь, что и в церковь могут проникнуть подобные настроения. «И, призвав народ, сказал им «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». В каком случае человек не слепой? В том случае, когда он руководствуется заповедью Божией, Словом Господнем, как псалмопевец Давид говорил, «Слово Твое, закон Твой, светильник для ноги Моей». И далее мы читаем «Петр же, отвечая, сказал ему «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». О чем здесь говорит Христос? Он говорит о том, что в результате грехопадения чувственный аппарат человека пострадал наиболее сильным образом. А средоточием всех чувств в понимании людей того времени было сердце. И Христос говорит «Из сердца исходит то, что оскверняет человека». Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. И если кто-то говорит нам, православным христианам, «Отключи ум, включи только сердце», вот это безумное предложение. Христианин православный заботится о том, чтобы, наоборот, ум погрузить в сердце и рассматривать любое движение своих чувств, так как чувственный аппарат каждого из нас находится в тяжелейшем состоянии. И апостол Павел об этом много писал. Например, он писал «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, то есть в мире чувств, вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего». Также апостол Павел понимал, что есть опасность, когда на молитве человек будет включать только свое сердце, отключать ум. В этом великая опасность. И апостол Павел в 14 главе первого послания Коринфянам восклицает, «Что же делать?» И сам отвечает, «Буду молиться духом, то есть в сердце, миром собственных чувств, буду молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Потому что великая опасность, чувственный аппарат человека, который очень поврежден в результате грехопадения, как Христос и говорит о сердце, это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Далее в этой главе рассказывается о вере женщины-хананиянки, которая не принадлежала к еврейскому народу, но у нее была серьезная проблема. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, то есть она принадлежала к тем народам, которые сам Господь повелел семь ханаанских народов прогнать из святой земли за их греховность и языческий образ жизни. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. Почему? Когда Господь наставлял апостолов, мы об этом читали в 10 главе Евангелия от Матфея, он им говорил, «Идите на Ипачи к погибшим овцам дома Израилева, к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите». И сам в начале своей миссии он проповедовал только среди евреев, поэтому на возглас этой женщины он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» То есть она продолжала двигаться за ними и кричала вот эти слова, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Здесь он уже о самом себе говорит, так же, как он предлагал апостолам на Ипачи проповедовать погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Псами называли язычников, гуим, псы, но иногда и самих евреев. Закон Божий, пятикнижие Моисея, называют псами, гуим. Например, когда братья продали Иосифа прекрасного в египетское рабство, пятикнижие, книга Бытия, называет их такими же лютыми псами по отношению к праведному Иосифу. То есть, все как бы зависит от личных качеств людей. Человек может принадлежать к семейству верующих людей, но сам быть маловерующим. А то, что язычников тогда называли псами, это за их агрессивность, потому что они постоянно нападали на маленький еврейский народ и всячески пытались их обратить в свое идолопоклонство. И так Христос в ответ, даже нет и женщины, а ученикам, говорит, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». То есть, качества этой женщины оказались очень религиозные, духовные качества. Она проявляет смирение, какого мы не обнаруживаем у книжников и фарисеев. Скорее, они оказались в момент страстей Господних лютыми псами, которые всячески нападали на Него, особенно, когда всей толпой они кричали «Распни, распни Его!» Как и в случае с Иосифом Прекрасным, который был прообразом Христа. Он пришел к своим, своего не приняли, засребренники предали. «Тогда Иисус сказал ей в ответ этой женщине, Хананьянке, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час». То есть, происходит чудо исцеления дочери этой женщины, потому что те качества религиозные, которые она обнаружила в своем сердце, они поразили даже Христа, как и в случае с сотником, тоже язычником, сказано, что Христос даже удивился, увидев такую веру его. И происходит исцеление дочки этой Хананьянки. Далее рассказывается об исцелении больных у моря Галилейского. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увеченных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увеченных здоровыми, хромых ходящими и слепых видющими, и проставлял Бога Израилева». Блаженный Феофилак пишет, «Ученики приступают к Господу для научения веры, а народ ищет чудес». Но даже несмотря на это, что люди искали прежде всего в общении со Христом преимущество для себя и своих, Христос проявляет свое милосердие и по отношению к таким людям, и всех этих больных Он исцеляет чудесным образом. И далее говорится о втором умножении хлебов. О первом мы уже читали, Иисус призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне и нечего им есть. Отпустите же их, отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа». То есть люди с таким энтузиазмом следовали за Христом, что они даже забывали о необходимости взять с собой хлеб. И как можно удаляться в пустыню от населенных пунктов, не думая про питание. Вот такое стремление было ко Христу. «Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов?» они же сказали семь и немного рыбок. В другом случае пять и две рыбы. Пять — это пять ран Христа, две рыбы, одни отцы истолковывают Ветхий и Новый Завет, а другие человечество и Божество Христа Иисуса. А в этом случае семь хлебов указывают на семь таинств церкви, которые сообщают людям исцеление и духовно их насыщают, а немногое количество рыбок, рыбы — это и верующие люди, которые обращаются к Христу. Как Христос говорил апостолам, «Я сделаю вас ловцами человеков». «Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу». Число рыб здесь не называется, сказано некоторое количество, этим самым как бы подчеркивается, что если служителей таинств церкви и немного, но силой таинств они могут совершать великие дела. И Христос дает ученикам, ученики народу, мы уже знаем смысл этого действия, через священнослужителей, через трехчинное православное духовенство, епископат, пресвятариат и деканат, Христос и ныне подает народу Божию все необходимое и потребное для спасения. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, то есть семь хлебов в результате семь корзин полных, то есть когда благодатные дары через таинство достигают нас, то мы сами начинаем приносить соответствующие плоды перед Богом. Евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей, и отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Этими словами оканчивается чтение пятнадцатой главы Евангелия от Матфея и если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем изучать шестнадцатую главу этого же Евангелия. Евангелия Евангелия Евангелия